Китай разрабатывает новейший суперкомпьютер. Китай запускает проект по созданию новейшего суперкомпьютера, в основу которого положено использование физического явления сверхпроводимости. На данный проект планируется потратить 1 миллиард юаней, 147,9 миллиона долларов США. В основе процессора и некоторых других компонентом этого суперкомпьютера будут микросхемы, изготовлены из определенных материалов, которые при охлаждении до сверхнизких температур в процессе работы потребляют в тысячи раз меньшей энергии, чем аналогичные обычные микросхемы. Создание первого опытного образца планируется уже в 2022 году. Разработкой сверхпроводящего суперкомпьютера будет заниматься компания Kslekep и Shenzhenya, работающая в области полупроводниковой и сверхпроводящей электроники. Инженерами этой компании в 2017 году были разработаны и запущены в массовое производство чипы, состоящие из 10 тысяч сверхпроводящих компонентов. Пока нет данных о том, какая будет вычислительная мощность будущего суперкомпьютера. Предыдущей китайской разработкой является суперкомпьютер. Скорость вычислений этой машины составляет 93 квадриона операций в секунду. Это все равно, как если бы все люди на планете 32 года подряд выполняли по счету на калькуляторах. Поэтому показателю аппарат в два раза быстрее и в три раза эффективнее предшественника. Два, также разработанного в Китае, суперкомпьютер. Укомплектован исключительно деталями китайской разработки. Вдобавок КНР установила дополнительный рекорд. Страна теперь обладает наибольшим количеством суперкомпьютеров. Однако пока рейтинг самых мощных ЭВМ мира возглавляет американский суперкомпьютер. Компания IBM Производительность данной машины составляет 122,3 квадриона операций в секунду. К сожалению, в России с производством супермашин дело обстоит несколько хуже. В 2018 году МГУ разработал и запустил в эксплуатацию суперкомпьютер Ломоносов-2 с максимальной производительностью 1,8 квадриона операций в секунду. В будущем планируется подойти к рубежу в 5 квадрионов операций в секунду. Однако пока этого недостаточно для того, чтобы оказаться в числе мировых лидеров по числу суперкомпьютеров и их производительности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...